Товарищи рыболовы, всех приветствую на своем канале, всем доброго дня! И после того, как я снял предыдущие фидерные монтажи на своем канале, я получил от вас очень много отзывов. И это хорошо. Вы писали как и положительные отзывы, но были и отрицательные. Но все-таки большинство отзывов положительные. Вам эти монтажи пришлись по вкусу и многие ими пользуются. Спасибо огромное за ваши комментарии, из которых я понял, что все-таки нужен еще один монтаж, более универсальный. Сделал выводы и решил для вас снять еще один. И надеюсь, этот фидерный монтаж в ближайшее время закроет все ваши нужды и потребности. Все, что нам понадобится для вязания, лежит у меня на столе. Мы его с вами свяжем как и на шнуре, так и на леске. И я прошу вас посмотреть это видео очень внимательно от начала и до конца, так как в этом фидерном монтаже есть много нюансов. А также я оставлю ссылки, где все приобрести необходимое для этого фидерного монтажа. Ссылки будут в описании под этим видео. Ну и давайте не будем тянуть леща за хвост, убираем все лишнее со стола и приступим. Для вашего удобства, чтобы не делать это на водоеме, лучше начать подготовку этого фидерного монтажа в домашних условиях. Ну а там смотрите сами. Снимаем леску с клипсы, отматываем небольшой кусочек и делаем обычную петлю. Но петля должна быть как можно меньше. Дальше вы поймете почему. Почему? Делаем совсем маленькую-маленькую петельку. Я постараюсь сделать это на камеру, чтобы было видно, насколько это возможно. Петля должна быть маленькая-маленькая. Можно делать это в принципе петлевязом. Получается это у меня немного коряво, потому что я делаю это на камеру. Мне немного неудобно, естественно, это делать. Вот у вас получилась маленькая-маленькая петелечка. Естественно, мы отрезаем лишнее. Теперь мы сматываем леску обратно на шпулю. Зацепляем ее на клипсу и откладываем. Затем мы берем вот такую вот бусину-застежку, которая, вероятно, у вас уже есть после просмотра предыдущего моего фидерного монтажа. Либо вы берете и заказываете ее на Алиэкспресс по ссылке в описании. Эта бусина-застежка состоит из двух частей. Мы ее берем и разъединяем. Делаем это аккуратно, чтобы ничего от нее не потерять. То есть вот эти вот две детальки. Сейчас я вам показываю их поближе, чтобы вы получше могли рассмотреть, из чего они состоят. И после этого мы берем с вами флюрокарбон. Ну, во всяком случае, я им пользуюсь. Флюрокарбон 0,30. Ну, а если у вас нет флюрокарбона, вы можете использовать любую леску. Желательно от 0,20 и больше миллиметров. Но слишком толстую брать тоже вам не советую. Достаточно будет 0,30 миллиметров. Отматываем, соответственно, небольшой кусочек. Как видите, на одной стороне быстросъемной бусины-застежки есть прорезь, а на другой стороне отверстие. Просовываем флюрокарбон в это отверстие. Просунули. И делаем обычный узел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я делаю шесть оборотов, больше думаю ни к чему. Просовываем конец в петельку и затягиваем. Ну и, естественно, не забываем его смачивать. Затягиваем. Подправляем. И аккуратненько вот так вот затягиваем. Смотрите, чтобы леска не пожглась как бы немножечко и не превратилась в поросячий хвост. Аккуратненько все это делаем. Примерно у вас получится вот так. Отрезаем ненужный кончик. Ну и отрезаем с другого конца лески ровно столько, сколько нужно для того, чтобы отвод под поводок был ниже кормушки. Я это делаю примерно на глаз. Берем колпачок от быстросъемной бусины застежки и просовываем в нее флюрокарбон. Просунули. Вот что у вас получилось. Для того, чтобы вам было легко менять поводок, можно воспользоваться вертлюжком с коннектором. Также заказанного на Алиэкспресс, который позволит вам быстро, не повреждая, менять поводок. Соответственно, ссылка на него также будет в описании. Стоит все это очень недорого. Берем эту деталь и привязываем ее к другому концу флюрокарбона. Ребята, видите, я не смочил и немножечко он погнулся. Но ничего страшного. Отрезаем лишнее. И у нас с вами получилась такая вот деталь. Ну а дальше мы будем с вами все это собирать. Ну и представим себе, что пришли мы на водоем и нам нужно собрать удилище. Мы с вами помним, что на леске у нас уже есть петелька. Вот она. Эта петелечка легко пролезет в любые кольца вашего фидерного удилища. Снимаем клипсу. Естественно, всю удочку я собирать не буду. Я вам покажу на одной из вершинок своего фидера. Вот, пожалуйста, как видите, все прекрасно пролезает в кольца. Продеваем леску во все кольца, ничего не пропуская. В этом монтаже мы не сможем использовать вертлюги с застежками в пластиковой оплетке. Позже вы поймете почему. Но если у вас уже есть только такие, вы можете снять спокойно с них оплетку и использовать их без пластика. Далее мы берем вертлюжок с застежкой. У меня такие. Продеваем петлю в вертлюжок. Вот, соответственно, этот карабин потом будет держать у нас кормушку. Ну, можно и сразу пристегнуть к ней кормушку. Смотрите, далее есть один небольшой нюанс. Если мы сразу оденем быстросъемную бусину-застежку в эту петлю, то в этом случае нам будет немного петля мешать. Вот, видите, она за нее цепляется. Оно можно, конечно, и так, но я не рекомендую, так как вертлюжок будет цепляться за петлю. И это будет влиять на качество поклевки. Поэтому это дело мы обратно с вами снимаем и добавляем сюда вот такую бусину. Сейчас показываю вам поближе во всех ракурсах. Можете прям заказать такие. Они идеально подходят под леску 0,22 и вместе с узлом прекрасно проскакивают. Если у вас леска потолще, допустим, 0,25, подбирайте, чтобы проскакивала петля и узел. Но только не слишком большую. Берем и вставляем петельку в отверстие бусины. Сделать это, кстати, несложно. Я боялся, что не получится, но все прекрасно получается. Вот, вот таким вот образом. Все, бусина у нас залезла. А вот теперь мы берем внутреннюю часть быстросъемной бусины, застежки и вставляем петельку в прорезь. Вот таким вот образом. И одеваем на нее заглушку. Ну и главное в этом деле, чтобы узел был спрятан под бусиной. Чтобы он не торчал. Тогда вертлюжок, на который крепится кормушка, легко ходит и ни за что не цепляется. Как в данном случае. Ну и как вы помните, на другой стороне у нас стоит вертлюжок с коннектором. И одеваем на нее поводок. И резиночку закрываем. Закрыли. Все. И вот, что у нас с вами получилось. Ну и, ребятки, все то же самое делаем мы на шнуре. Вот у меня есть петелечка на шнуре. Продеваем вертлюжок с кормушкой. Продели. Ну и далее вставляем в прорезь быстросъемной бусины застежки. Со шнуром это чуть-чуть посложнее, но в принципе все так же получается. Берем, одеваем, вешаем поводок. натягиваем резиночку. И все готово. Вуаля! Ну и последнее, что я хотел сказать, это если вы ловите крупную рыбу, и вам необходимо добавить бисерную резину либо фидергам. Как поступить в этом случае? А все то же самое. Допустим, ребята, ситуация. Ловите вы рыбу, и вдруг пошел крупный лещ. До этого вы ловили, допустим, платву, и вдруг пошел крупный лещ. Ну, или вы сразу собрались ловить крупную рыбу. Вам ничего перевязывать не нужно. Берем, отстегиваем отвод из флюрокарбона и откладываем его в сторонку. Берете заранее заготовленный дома отвод для поводка, сделанный из бисерной резины либо фидергамом, и вяжется он точно так же, как и в случае с флюрокарбоном, но так, по крайней мере, делаю и я, с теми же узлами, и просто одевайте его опять же в эту петельку к основной леске. Одеваем петелечку, задвигаем заглушечку, все, все готово. И вешаем поводок, и вы готовы ловить крупную рыбу. Это еще не все, что я хотел сказать, дослушайте, пожалуйста, до конца. В принципе, сюда можно не ставить вертлюжок с коннектором, здесь просто сделать петельку либо узелок и цеплять поводок таким способом. Но, на мой взгляд, вот это очень удобно, особенно, кто часто меняет поводки и не хочет их портить. Ну, или долго снимать. Раз, два, поводок снят. Можете вешать другой. Далее, очень много было комментариев по поводу мы не хотим ничего отрезать, нам жалко леску, плетенку и так далее. Пожалуйста, пользуйтесь вот этой петлей, пока она у вас не порвется или не протрется. Но я все-таки вам советую ее время от времени обновлять. Берем, отстегиваем легким движением колпачок, снимаем, далее снимается бусина, также прекрасно проходит сквозь узел, как видите, после чего снимаем кормушку, кому необходимо разбирать фидер после рыбалки, как и мне, и вынимаем эту петлю сквозь кольца фидера. Вынули, вот у вас остается шпуля с леской и вот ваша целая петля, которую вы можете использовать многократно. Ну, а теперь я покажу вам весь монтаж в сборе. Ну, и как видите, все у нас прекрасно получилось и все отлично должно работать. Этот монтаж я уже протестировал, прекрасно работает и ничего, ребята, не путается. у вас естественно возникнет вопрос, а не расстегнется ли вот эта бусина застежка. Я тоже себе задал такой вопрос, когда это делал, но, как показала уже практика, у меня ничего не расстегнулось, так как нагрузки на этот колпачок никакой нет. Рыба, что у нас тянет сюда, что мы кидаем кормушку, никакой нагрузки сюда нет. И на сегодняшний день этот монтаж инлайн, как многие его называют, ну и также у него есть правильное, наверное, название Running Feeder Rig, на сегодняшний день один из самых универсальных и лучших монтажей, что я знаю. Если вы знаете другие монтажи, пишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Обязательно попробуйте этот фидерный монтаж, и если вы не смотрели, посмотрите и другие мои фидерные монтажи, которые выложены для вас на моем канале. Если вам этот монтаж понравился, ставьте лайк, ну и подписывайтесь на канал. С вами был я, ТВБ, всем до скорой встречи, пока!